Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, но как я и обещал, следующая серия недолго заставила себя ждать. У нас турнир закончился, и давайте смотреть, где я. Да, ребята, я остался в Лиге Мастеров Одна Звезда. Ну что же, забираем наш Ревард самый любимый. Так, 8400, ребят, как раз мне не хватало сюрикенов, вы знаете для чего. Микеланджело Космос, так, 90 золотых осколков и 55 платиновых. Это, я считаю, ребята, шикарно просто для нас. Сейчас мы с вами будем переводить Черепашонка в Серебряную Лигу. Да, ребята, именно его. Так, где у нас список? Покажите мне, пожалуйста, наш списочек весь. Ну, ну что? Ребят, что опять с игрой? Опять начинаются какие-то глюки непонятные. Так, где у нас? Да-да, ребята, Рафаэля мы переводим свой... Оу, еще и Микеланджело Космос, ну это прям вообще, ребята, благодать какая-то. По-другому и не назвать это все дело. Ну что же, Рафаэль, я тебя... Подожди, что? Ну все, все хватает. Чего вы мне тут начинаете? Да, ребята, три серебряных звезды у него. Конечно, ничего новенького не открывается у него в плане ударов. Но и этого, ребят, достаточно. Я очень и очень счастлив, на самом деле. Так, игра что-то немножко подлагивает между, ребята, переходами. Я сам не знаю почему, может быть, только что обновилась. Ну что же, и как вы видите, Микеланджело Космос у нас с вами тоже получает очередную третью серебряную звезду. И у него как раз появляется новая команда. Супер команда. Супер команда супер крута. Разрушитель. Увеличивает силу атаку 10%. Хм. Я могу даже улучшить, ребята. Вот так вот это будет все дело выглядеть. И увеличивает силу атаку уже не на 10, ребята, а на 30%. Это, я считаю, классно. Понимаете, ребят? И теперь давайте мы еще повысим 35-й максимальный, да? Нет. Могу дальше. Вау. Сорокет. Помогу... Я дальше могу? Ядрен ты батон, ребят. Круто. Хау. Микеланджело Космос у нас получает 43-й уровень. Слушай, ну это солидно. Это, ребята, солидно. Тут даже врать не буду. Слушай, опять вот. Что за ерунда такая? Я нажимаю, ребята, реагируют не сразу же. Не пойму, в чем дело. Это очень классно. Теперь, ребята, у нас два черепашонка из Космоса повысились по рангу. И это замечательно на самом деле. Так, ну что? Конечно, у меня есть большой, ребята, соблазн перевести кого-то сейчас вот в ранг. Вот в платину. Вот серьезно вам говорю. Просто, если мы с вами дали себе обязательство прокачать все-таки Микеланджело, да? Которого я не могу пока даже найти или еще что-нибудь. Будем терпеть. Но будем, ребята, начинать с вами с чего? Конечно же, по стандарту. Осколки я набью уже потом за кадром. Так, у нас, кстати, смотрите, ребята. Это Леонардо Космос будет разыгрываться в этот раз. И я считаю, что это классно на самом деле. Давай посмотрим, какие у нас тут новые испытания. Борцы с преступностью. Неплохо, я вам скажу. И Ярость Рафаэль. То есть мы будем зарабатывать карточки на Рафаэлей. Ну что же. Начинаем с турнирной арены. Это, ребята, наш стандарт. Все прекрасно знают. Я сейчас хочу бустануть просто-напросто. Как можно дальше, как можно быстрее. Чтобы мне потом меньше времени требовалось для того, чтобы добраться до высокого ранга. И начнем мы, наверное, с вами. Наших нету? Нету. Давай, наверное, с Луиджи начнем. Да, а что нам, ребята, ждать? Начнем с Луиджи. Так, погоди. Какой Змейковьюн? Змейковьюн подождет, пока у нас в сторонке. Начнем мы с наших маленьких пройдок. Вот с них. Поехали, ребятулечки. Мне нравится самое начало. Буквально сколько там, 15 минут прошло после обновления. Так что поехали. Сейчас все будет у нас тип-топ, поверьте мне. Так, бросаем бомбочку. Пумс. Эй, минус сразу же. Карайка тоже, ребята, падает. И Эйприл добивает нас Бибоб. Готовчинка. Ну что же, ребята, пока все неплохо. Я думаю, что сегодня мы пройдем идеально. Без потери, без всего. Ни один персонаж у нас не упадет. И мы как можно дальше и выше с вами продвинемся в этом деле. Так, воин. Сразу же две звезды. Вот так должно быть все, ребята. А не то, что мы до двухзвездочного воина в прошлый раз добирались, по-моему, три боя целых. Ну что же, начинаем. Тогда мы... О, Яна здесь есть. И Родион, кстати, есть. Ну, я думаю, что лучше нам с Яной подраться. Хоть и с девочками не особо, но будем чикрыжить ее. Чикрыжить. Какое-то слово прицепилось ко мне новое. Чикрыжить. Сам не знаю, что он означает. Ну, в общем, уничтожать. Ну что, ребятушки, давайте будем потихонечку... Да что потихонечку? Давай уже во всей красе будем показывать, на что мы способны. Минус. Так, давай, наверное, хвостом бомбанем. Нет? Ну ладно, бибоб. Какой бибоб? Это игрок, кстати, у нас. Ну, добивай. Раф, ну что такое? Что за дела? Давай, кожеголовый. Отлично, ребята. Ну что же, вторая идеальная у нас победа. Ну, это самое начало. Я надеюсь, сейчас мы получим третью. Да? Ну-ка посмотрим. Третий ранг или не третий? На войне. Да, ребята, воин, третий ранг. Все отлично. Погнали. Так, сразу же в бой. На горяченьку. Пока еще тут не успел никто раздухариться. И это будет у нас Алекс. Нет, давайте лучше Люшу. Да, Люшу. Наверное, Илюша. Ну, ладно, Люша, Илюша. Не имеет значения, с кем нам с вами бомбиться. Так. Раз, два, три, четыре. Ох ты. Если мы с вами наберем, ребят, достаточное количество, то Леонардо Космос, наверное, у нас тоже на следующей недельке получит апгрейд. Это будет круто, потому что до этого у меня все черепашки-ниндзя именно из космоса просто долго-долго молчали, сидели. Они себя никак здесь не показывали. Ну, будем надеяться, что ситуация в ближайшее время изменится к лучшему для нас. И эти черепашонки у нас покажут, на что они способны. Так, Донни, успокойся, пожалуйста. Здесь ты нам не нужен. Хорош ты. Так, нейтрализатор. Эть, не упал. Понятно. А шенигами добьет? Нет, даже она не смогла. Ну, тогда Роквелл. Да, Роквелл делает. Давай массовую атаку. Зачем я ее сейчас применяю, ребят? Просто так понтануться, если только. Ну? Да ладно, Донни, успокойся. Что ты такой крепкий-то? С чего вдруг ты закрепчал? Хотя, ребят, на самом деле, он и без этого крепкий. Вот Донателло у нас крепкий, да? И Рафаэль. Это самые такие крепкие черепашки, на мой счет. Так, поехали дальше. Ну, по идее, Леонардо тоже довольно крепок. Тут не поспоришь. Ну, что же, Элита. Элита у нас, ребята. Одна звезда. Пока. И мы продвигаемся с вами. Ноу-нейм. Давайте Яна. Будем с Яном драться. У него Рокзар трехзвездочный. Причем, ребята, золотой. Хм. Это, это, кстати, очень, это очень опасно. На самом деле, это очень опасно. Раз, два, три. Я думаю, что мой, как говорится, пиццелицей с ним сможет совладать. Почему-то мне кажется, что он сейчас его в провокацию возьмет. Плюс еще сделать дополнительную защиту именно Бредом. Хотя, давай-ка мы сделаем вот такой вот ход. Неплохо, я вам скажу. И бросим плюшку. Ах, как она замечательно сработала. Давай-ка, Криса, на отлично. Так, ну, этот захиливает. Только зачем, я пока не знаю, ребят. Это ему все равно не поможет. Давай, Рокзар, иди. Тыч. Массовая атака какая-то ерундовая, на самом деле. Но он промахивается, потому что у него, ребята, уровень. Хотя уровень у него 25-й. У меня 30-й. Ну, пиццелицей только 40-го уровня. Так что он, по идее, должен был наносить хоть какой-то элементарный дамаг. Но ничего у него не вышло. И мы его разобрали довольно легко и просто. Обожаю я самое начало вот этой вот недели. Когда мы с вами быстро-быстро очень разгоняемся. И быстро поднимаемся в ранги. Потом, конечно, нас сбросят. Но не так, как с самых низов начинать. Ух. Элита 2 звезды нас ждет с распростертыми, ребята, объятиями. Поэтому давайте вот Карина. Да. Предпочитаю, как говорится, наших. Наш соотечественников. Карина. Так, тут никаких, ребята, золотых звезд нету. Поэтому можно спокойно играть на расслабонщике. Как раз у нас здесь и Рафаэль Космос. Хотя, при чем без Рафаэль Космос? Ладно, посмотрим, как он будет бомбить. Так, слушай, нам надо в первую очередь уничтожить Кирби. Хиллером тут, как говорится, не место. Но не получится, наверное, да? У нас тут не получается. Нормуль. Так, давай-ка вот так вот сделаем, ребята. Вау. Меч обалдеть просто, да? 3000. Ну, слабо развитый скилл, поэтому, ребята, никаких эффектов сверхвыдающихся нам здесь не видать. Он промахивается опять, смотрите. Ага, в стоечку встал. Ладно, давай так попробуем почекрыжить его маленечко. Ребята, у меня, если что, голубь Пит захилять сможет. Да, также и Рафаэль, в принципе. Ничего страшного нет. Давай поджарим его маленько. Может быть, постепенный урон повесим. Кто его знает? Ну, нет. Пока ничего такого нету. Мажет. Он, ребята, мажет. Вау. Недурно, но слабо. Да что такое-то? Я не могу понять. Упал, наконец-то. Думал, уже не упадет никогда. Ну, добьешь, Раф? Нет. Ну, понизил защиту, значит, добиваем. Так, и Крис Брэдфорд. Ну, с ним-то нам, ребята, будет легко совладать. Его даже, вон, Пит неплохо накумарил. Добиваем. Отлично. Продвигаемся дальше, ребята. И у нас элита две звезды. Ведь так? Да, конечно, так. Кто бы сомневался. Фух. Обожаю. Обожаю эту игру, ребята. Так, элита две звезды. 51-я позиция у нас. То есть, элита три звезды, наверное, со следующего хода будет у нас в кармане. И давайте посмотрим. О, опять, ребята, Илюша и опять у нас Игорек. Давайте вот на этот раз с Игорьком подеремся. Тут у нас уже 33-й уровень, кстати, я вам хочу сказать. 33-й. Так, к север. Давай, наверное, вот так вот сделаем. И кого-нибудь посильнее, ребята, возьмем. Ну, например, массовый. Мне нужен массовый атака. Давай вот Микеланджело. Потому что, ну, 30-й уровень моих персонажей против 32-ых его. Это как-то нечестно будет на самом деле. Так, Микеланджело, да? Да, Микеланджело у нас первым ходит. И... Опа! Смотри, как здоровский, да? Не забываем, ребята, что у него Донателло. Хиллер. Нам желательно бы его как-то ликвидировать как можно быстрее. Но Кейси не справится с этим. Ага! Мы заблокировали ему способности. Все, ребята, тогда давай-ка попробуем его полоснуть маленько. Хм. Тихо! Так, это у нас что, ребята? Это у нас исцеляет. Исцеление. Конечно, нам нужно исцеление, ребята, в любом случае. На 35%, да? Ну, как бы так. В кого? Ага. В Микеланджело. Так, Ваня, успокойся ты. Ёлки-палки, ты достал. Серьезно тебе говорю. Давай добьем Донателло. Да ну! Хорош! Ты что, серьезно, что ли? Не смог пробить его? Ну вот, ребята, о чем я... Массовая атака от Микеланджело. Блин, у меня нету ни одного хиллера. Крис Брэдфорд будет сейчас ходить в ближайшие секунды. Мы слабы почему-то с вами, ребят. Понимаешь? Мы с вами слабы. Ну-ка, задом пробьешь его? Да ладно тебе! Что за ересь? Так, кто... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, ладно, это крит. Критует, ну... А, он сопротивление. Блин, понизил мне скорость, ребята. Ваня, гранату бросай в кого? Вот тебе и... Блин! Хотел же, хотел же, ребята, пройти без потерь. Хотел! Ну, мало ли, что я хотел. Игра думает по-своему. Игра мне не дает такой возможности, чтобы я идеально проходил. У меня за всю, за всю, ребята, игру, наверное, раз пять получалось пройти идеально. Ай, Кейси Джонс, лопухнулся. Да на самом деле, я здесь сам виноват, потому что я все свои надежды кинул на Микеланджело. Но мы как увидели, что он не готов, не готов тянуть команду слабеньких в одно лицо. Поэтому, ребята, элита три звезды нас встретила. Ладно, надеюсь, больше мы с вами так не будем ошибаться, обжигаться. И возьмем мы с вами Боба. Тут опять же 32 уровни. Я еще 30-х, по-моему, не смог всех отыграть. Давайте возьмем с вами нейтрализатора. И вместе к нему присоединим наших вот этих вот слабеньких. Опять рискуем. Опять рискуем. Давай вот еще кошку возьмем, морзильную. Это пускай у нас будет как дополнительный хилер на всякий случай. Хотя у нас и Микеланджело может хилять, но... Опять же, какой-то уверенности у меня нету в том, что он вытянет. Начинает вражеские майки. Ага. Ладно, поехали. Слабо. Это было слабо, на самом деле. Да вообще ни о чем. Давай вот, ракетный залп. Хопа. Вот это уже другой разговор. Ну, Кейси, не подведи меня. Ну, в принципе, ребята, нормально. Вот эта команда отыграла себя хорошо. Тут, как говорится, без потерь даже можно было не волноваться. Хотя напрягло меня вот это вот начальная выходка Микеланджело вражеского, когда он начал свои тут бейсбольные мячи в меня метать. Ладно, ребята, я думаю, что до самурая мы сегодня с вами обязательно доберемся. Так, следующий очередной у нас бой. И выбираем, наверное, Сашку. Да, Саня, будем мы с тобой разбираться. Поехали, помаленьку, полегоньку. Тут 36... Подождите, а что вы так быстро рвете когти? 36 уровни уже. Раз, два, три, четыре. И я возьму, знаете кого? Я возьму сюда... Змейка Вьюна. Я надеюсь, что одна волна от Змейка Вьюна всех порешит. Ну, по крайней мере, большую часть здоровья отнимет точно. А там уже остается лишь только добить. Поехали, посмотрим. Ну да, как я вам говорил, ребята, остается лишь добить. Главное, чтобы выжили они у меня все. Так, давай-ка мы Пита с вами попробуем уничтожить. Угу. Сработало. Так, Леонардо, кого бьет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Джастин, Джастин. Тихо-тихо-тихо. Подожди, родной мой. Что же нам сделать-то? Я даже не знаю. Давай пробьем Лео. Вот тебе и пробили. Ну-ка, Джастин, не подведи. Да и твою... Так, ребята, я встаю, короче, в провокацию. Я встаю в провокацию. О, все, Змейка Вьюна, ребят, добивает. Слушай, ну опять же, рискованно было с моей стороны вот так вот сделать, чтобы на одном Змейка Вьюне отыграть. Ну, слава богу, по инициативе мы вытянули, и он все-таки успел сделать свои два удара. А так бы все, ханарики было бы. И опять бы я тут плевался бы. Ну что, ребята, мы с вами в Самураях. Пока еще одна звезда. Надеюсь, может быть, и до Сегуна доберемся таким вот Макаром. И давайте возьмем, наверное, Кирилла. Да, Кирюха, почему бы нет? Будем с ним. Так, тут у нас 31 и 34 уровни, да? Значит, я возьму раз, два, три. Вот таким вот образом. Четыре. И, кстати, у меня сороковые уровни пошли, поэтому можно быть на расслабончике, если честно. Ну? Так, тут опасен кто? Тут опасен у нас, по-моему, Леонардо. Это самый опасный противник здесь. Начнем с блокировки спецвозможностей. Так, на Микеланджело, да? Упало. Хорошо. Давай Криса бомбанем. Нормуль кабанчик мой сработал. Так, и теперь... Что теперь? Хм... В провокацию я точно вставать не буду. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Крит. Атаку мы с вами повысили. Так, тихо. Леон, не выезжуйся. Ну? Мотогеноид? Нет. Даже здесь не смог бомбануть. Давай, дави эту караечку. Так. Давай-ка, наверное, мы Микеланджело с вами... Оп. Отлично. Добьем? Нет, Леонардо не добит. А если с разбега? Тунь, прям в пачку. Нормуль, ребята. Все, отлично. Значит, что он тут... Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Это тебе не поможет уже, парень. На, вот тебе. Оп. Не смогли. Ладно, дави его. Макман, конечно, в этом деле хорош. Что-то не поспоришь, ребята. У него действительно сильные атаки. Я раньше помню, еще в самых-самых первых сериях рулил именно Макманом. Да-да. Как бы это странно ни казалось, но он рвал там всех и металл. В Самурай 2 звезды. Лихо мы с вами вообще подрываемся. У нас еще боев целая куча, а мы уже в Самурай 2 звезды. Ха-ха, мне это нравится. Так. Ну что, Али? Давай, наверное, с тобой немножко теперь подеремся. У меня как раз персонажи для тебя найдутся. В принципе, ребята, на пределе, если честно. На пределе. Причем на большом. Ну, у меня Донателло 5 звездочный, а у него 4. Так что, давай посмотрим, чей Донни будет круче. Главное, чтобы он мне не положил Шреддер, который у нас здесь, к сожалению, ватный. Так. Что это у нас делает, ребята? Увеличивает силу атаки на 30%. Слушай, я пока, наверное, не буду это применять. Хотя надо было, наверное. Ну-ка, брось-ка в него этот космический гриб. Неплохо. Так, во. Балбесов вызываем. Вызываем наших балбесов. Отлично, ребята. Так, Слэш, добей, пожалуйста, мне Криса. И давай мы сделаем суперволну. От черепашки Леонардо видения. Хм. Так, естественно, ребят, захил. Это меня не удивляет. Нисколько сейчас я боюсь, что... По кому бомбанет? Ага, по Донателло. Ты посмотри, что он делает-то, ребята. А ну-ка, массовой атакой. Хм. А Донни живучий, смотрите, ребят. А, он делает защиту. Ладно, давай мы тогда сделаем вот так вот. Хоу. Пумс. Нормуль, да, ребята, приголубили. Так, ну что, я думаю, наверное, надо нам... А давай сделаем надсмешку. Фиг с ним. Пускай будет надсмешка, ребят. У нас, по крайней мере, иммунитет. Слэш, добьешь, интересно, или нет? Ать. Ну, по крайней мере, оглушил. Это тоже уже хорошо. Лео добивает. И теперь давай Донни брать в оборот. Атаку понизили. Так, Шреддер. Эть, слабак. Вот он слабак, ребята, здесь, на самом деле. Поставим защиту на себя. Дополнительную тоже, чтобы мы с вами быстренько так тут не расчекрыжились. Ну-ка. Слэш, красавчик. Добиваем. Нет, не добили. Лео смог все-таки. Отлично, молодец. Так, Шреддер бомбит по Макману. Ну, Макман, ребята, силен. Хорош тут в своей ступне. Так, тихо. Макман, ну. Ой, Макман. Слэш, елки-палки. Смотрю на Макмана и говорю про него. Ну, Донни. Да что тебя... Что он такой... Во. Леонардо Видение неплохо сразился, да, с ним? С Макманом. Положил все-таки его на лопатки. Ладно, ребята, давайте двигаться дальше. Хочу до Самурая Три Звезды добраться. Мне, конечно, немножко гложет наша первая... Не первая, а вот когда мы с вами проиграли. Что-то у меня как-то уже прямо осадочек такой вот на душе. Так, и здесь у нас Самуэль. Эль Джексон. Нет, конечно. Но, тем не менее. Ребят, какой 43-46 уровень? Да вы что, припухли что ли? Сразу вот таких вот амбалов против меня выставлять. Ладно, хорошо. Бакстер, Стокман нам в помощь. Я надеюсь, я не сглупил сейчас. Блин. Кролики. Конечно же, ребята, кролики. У них массовая атака. Об этом не стоит забывать. Мне бы дожить до удара Бакстера Стокмана только бы. И все. Во, волна. Поехали. Хопа. Один за другим, ребята. Давайте рассыпятся стопудово. Давай-ка попробуем кроликов заварганить. Угу. Не вышло. Хорошо. Встаем в провокацию в таком случае. И поджариваем. Постепенный урон. Нет? Не добьет? Ха-ха-ха. Нет, ребята. Только лишь постепенный урон. Даже Белка не смогла ничего сделать ему. Отлично. Все равно, ребята, мы с вами хорошо идем. Несмотря на один из проигрышей. Поехали. Так. Мы с вами в Самурае 3 звезды. Ну, это вообще великолепно. Я вам могу сказать сразу. Так. И приступаем опять же к разбору полетов. Здесь у нас... Давай-ка мы начнем, наверное, с Даниэля. Потому что по уровню он более-менее для нас подходящий. На данный момент Рахзар взят уже у нас. Так. Эй, прикуда еще. Вау. Усаги. Это... Это сказка, ребята. Когда Усаги у меня в любой из команды, я уже на 80% уверен в победе этой команды. Потому что, ну, Усаги на самом деле красава. А когда еще и Рахзар у тебя, который берет вот так вот провокацию и никому не дает шанса кого-то ударить. Это вообще по красоте, ребята. Ему бы еще контратаку и цены бы ему не было. Ну, что же. Давайте сделаем, ребята, дополнительную защиту себе. Может быть, на кого-то даже контратака только лишь на Эйприл упала. Ладно, ребята. Ничего страшного. Шреддер, надеюсь, сделает доброе дело. Довольно неплохо он сделал. И мы с вами вырубаем, наверное, Леонардо. Ну-ка. Да, минус Лео. Ну, соответственно, нам нужно с вами Микеланджело как-то. Нет, давайте пробафаемся. Пробафаемся. Это будет не лишним. Так, а вот теперь пробиваем Микеланджело. Да, надо было мне немножко по-другому сделать. Бакстер Стокман. Вот какой злодей. Он мне мешается. Так, что он делает? Маузеров вызывает. И... Побух! Ну, пока живем, ребята. Пока живем, выживаем. Ну-ка, давай-ка. Ать! Ну, отлично. Отлично. Все равно, ребята, бомбанул. Я делаю захил от Шреддера. Это не помешает нам. И убиваем Бакстера Стокмана. Все. Дальше у нас что идет? Два дона. Два дона. Давай-ка вот с этого начнем, пожалуй. Потому что этот не такой уж опасен, на самом деле. Ну-ка, заблокируем ему. Нет, ничего не получается. Добиваем, наверное. Нет, даже Рокзар здесь не... О, у него есть ответка, да? У Усаги стоит ответка. Вот это мне нравится, ребят. Ну-ка, добей-ка. Отлично. По красоте, ребята. Усаги это, да, это имба. Что? Не говори. Усаги это красота. Хотя многие мне говорили, что Крэнк круче будет, чем Усаги. Но Крэнга у меня нет. Поэтому, ребят, сравнить я, естественно, не могу. Может быть, Супер Шреддер тоже круче Крэнга. Или круче Усаги. Но этих героев-то у меня пока нету. В данный момент я говорю именно про тех, которые у меня существуют. Так, 27-я, ребят, позиция. Все четенько, я вам скажу. И у нас тут опять Кирюха, опять Кошелев и опять же тут Гоша. Надеюсь, не Куценко. Так, ну что, поехали. Раз, два, три. И три. Ну, давай возьмем, наверное, Ваньку-Ситеранка на всякий случай. И железную голову. Да, вот такая вот будет у меня команда. Там остается, ребят, немного у нас персонажей. Еще, наверное, боя два максимума. И все. И мы закруглимся. Так. Ну, конечно, конечно, конечно. Своими танцами, плясками. А вот такой не хочешь? Вот удар. А если вот так еще сделаем? Так. Рокстеди выживает. Ну, мы его гранаткой сейчас и добьем. Бумс. Все. Все, даже не вякал ничего. Ну что же, а мы с вами продвигаемся далее. Так. У нас там... Лига-то следующая будет или нет? Мы перейдем на следующую звезду. Да, ребята. Мы все гун с вами сиканули. Сиканули. В общем, сейчас мы все гуни будем развлекаться. Поехали. У меня как раз остались самые максимальные персонажи, по-моему, да? Так, полтишок здесь. Давай возьмем тоже двух полтинничков. Даже трех. И возьмем, скорее всего, с вами здесь, на всякий случай, зэка и... Зэка и... Блин. Ладно, хорошо. Зэка и Рафаэля. Хотел Криса взять. Ну, Крис, он одиночник, ребята. Он одиночную атаку проводит. Поэтому, как бы, мне неохота его брать. Поехали с бомбочки. Так, шикарно. Добьем до Нателла с вами вот этого вот. Хопа! Так, Рафаэля ставим в провокацию. И все, ребята. Можно просто отдыхать, наслаждаться разбором полетов. Потому что он действительно будет здесь. Эти надо было Эйплю подбить. Она сейчас будет хилять. Хотя, наверное, не успеет. Или успеет? Наверное, успеет, ребят. Так, Ванюша, успокойся. Тебе же конец. Конец сейчас. Так, угомонись, Донни. Ну, елки-палки. На кого ты батон-то крошишь, а? Рокстеди тут решил повыделываться. Ну, что же, Эйплю, пока, родная моя. Пишите письма мелким почерком. Я буду ждать их. Так, ну и мы с вами, естественно, дальше переходим. Классно. Я даже не ожидал, что мы сегодня... Блин, а прикинь, мы в Сегун две звезды попадем. Вау, это будет шикандос. Хотя я сомневаюсь. Какая позиция? Сорок седьмая. Ты прикинь, сорок седьмая позиция у нас. И ты-ты-ты-ты-ты-ты-тынь. Выбираем с вами максимального. Максимального. Они все максимальные, поэтому будем драться с Анатолием. Или с Рамилем. Давайте Рамиля, наверное. Да, Рамиля я возьму. Будем именно с ним бороться. Это, по-моему, у нас... Нет, не последний бой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И карайку, что ли, брать? Карайку брать. Это как-то смертельно опасно. Я лучше возьму... Да, возьмем с вами Леонарда. Я думаю, что он сейчас с вертуха напрасно. Хопа! И тут пол отряда как минимум должно упасть. Плюс у нас есть Микеланджел, который делает танцпол. Попробуй-ка теперь еще попасть по мне. Я думаю, что у них нет, ребят, никакого шанса на выживание. Просто смотри. Удивительно просто как-то. Да, вообще здесь идем. Блин, вот если бы, ребята, у нас бы не было проигрыша, мы бы наверняка бы с вами все, гон, две звезды точно бы забрались. А сейчас под вопросом, под большим причем, ребят. Так, да, не хватило нам чуть-чуть. Мы с вами на третьей позиции. И давайте тогда уже добивать как-то, я не знаю как. У меня всего лишь три персонажа в данный момент. Есть это Крис, это... Обе карайки. И все, по-моему, больше никого нету. У меня даже, ребята, отката нету, чтобы я мог, ну, хоть кого-то взять. Слушай, не знаю, тут какая-то щекотливая такая ситуация у нас на самом деле. За счет одного Криса Брэдфорда вряд ли я здесь вытяну эту команду. Хотя, кто его знает. Тут такая игра непредсказуемая, ребята. Так, давай мы, наверное, с вами Криса уберем с поля боя, да? Ага, вот так вот это все дело происходит. Оу! Да ладно, вы вот серьезно сейчас? Да ну угомонись! Твою же маковку, а! Ну, и... Как нам быть? Давай добивать уже тогда его. Какой я мимо, блин? Какой я, блин, мимо? Я не понял. Ммм, да, ребята, печалька, грусть, печаль тут. Ничего не могу сказать. Господи. И он еще и захилялся полностью. Ммм, Крис, Крис, Крис. Как же ты меня подводишь? Вот почему, ребята, я не хочу Криса переводить в платиновый ранг. Ну, какой от него толк, если он не массовик? Он просто одиночка, ребят. Он одиночную атаку делает. Да, у него есть, конечно, массовая защита, но, извините меня, по мне, так лично, лучше наносить массовый урон. Чем массовую защиту делать. Я надеюсь, это понятно, почему, да? Давай копьишкам хотя бы его тыканем маленечко. Угу. А добить? Да уж. Воу, молодец, Карайка среагировала на ответочку. Так, по Крису бомбят. Давай смертельный поцелуй сделаем. По крайней мере, может, атаку понизим. Не понизили, а проникающий, если. Есть. Ну, ладно, ребята, два героя у меня выжили. Я надеюсь, мы все-таки перейдем с вами на 99-ю позицию. Это, может быть, даже сотую позицию в Сегуне. Ну, пожалуйста. Ну, игра. Ну, пожалуйста. Я играл в меньшинстве. Есть, ребят. Воу, даже 94-я позиция. Ну что? Я думаю, что сегодня это самое удачное, ребята, из лиг, потому что только сегодня я за всю историю игры перешел в Лигу Сегунов 2 звезды. По-моему, так. Может быть, конечно, я чего-то и запамятовал, но я не помню, чтобы в Лигу Сегунов 2 звезды я зашел с первой заходки, с первого выхода, вот после обновления недели. Вот так вот, чтобы у меня получилось. Ну, раз у нас еще есть немножечко с вами времени, давайте, наверное, попробуем пройти. Так, это я потом сделаю одно из испытаний. Давайте начнем, наверное, с Рафаэля, да? Яр с Рафа, короче, ребят. Поехали. Сыр у нас есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Как плохо. Ребят, как плохо, они мне не дают возможности пофармить нашего Рафика, потому что дали слабеньких мне персонажей. И меня это немножко огорчает. Естественно, ребята, тут на автобое все. Это буквально до какого? До третьего боя мы можем с вами на автобойчике проходить. Потом уже все, потом извините. Потом кто у меня только по укусу сможет веселиться? Да, опять же, недолго. Так, ладно, ну, пока есть возможность, ребята, будем зарабатывать с вами ДНК на наших героев. Так, ну что, тут довольно нехилые черепашки, но они ватные по своему уровню. Так, по укус бомбит и два таракана здесь у нас бронированных. Все. Все четенько. Ну что же, первая победа за нами, ребята, мы получаем с вами кого? Рафаэляфильм, по-моему, если не ошибаюсь, да? По-моему, он у нас был. Да, ребята. Одно ДНК на него. Ну, этого Рафаэля можно, в принципе, не бомбить, но за него дают по 75 ДНК. По-моему, так. Или 35. Не, по-моему, 70 даже. Ладно, не имеет значения. Давайте бомбить. 20-й, как вы видите, уровень в данный момент у врагов. Опс. Так. Отлично. Крип, да? Своими слезнювыми лапами бомбанул его. Так, здесь-то у нас что? Слэш. Слэш крепок. Но все равно падает. Не устоял. И кожеголовый. Зачем ты это делаешь? К северу, а? Ну, скажи мне. Мог бы бомбануть, тоже было бы неплохо. И третья заключительная. Здесь у нас, ребятулечки, волна. Так, здесь у нас, вау, черепашонки. Черепашонки и все Рафаэльчики, ребята. Хоп. Накрыли. Минус тля. Ну, что ты там пуляешь-то? Какая-то фигня непонятная. Получи, распишись. Так, ладно. Добиваем, ребята, этих черепашонков. Но. Ах, ты встал, провокав. Зачем? Это было бесполезно в данный момент. Мы могли бы и так разбомбить их. Паукус не тянет уже 25 уровень врага. Не смог его добить с одного удара. Непонятно почему. Ладно, хорошо, ребятулечки. Мы с вами переходим на следующих персонажей. Так, этого мы, естественно, с вами ДНК разберем потом. Вот. Рафаэль Ведение. Это, кстати, неплохо. Но тут 35 уровень, поэтому надо быть, ребят, на пределе. Потому что уже совсем-совсем не до шуточек. Это моего ранга противник. По крайней мере, для... Вот, крип. Ну, вы видите, крип. К север. Вау. Паук снутый, красава. О, и грибы, елки-палки. Как же их терпеть не могу. Ладно, давай начнем потихоньку их разбирать. Получится, может быть, что-нибудь. Вау. Слушай, ну это круто. Так. Ну. Защиту понизили. Так, теперь попробуем поджарить их. Гриб минусанулся. Так. Ать. Давай тогда добьем, наверное, таким вот образом. И у нас остается Макман. Макман на постепенке. Плюс он промахивается и... Да ладно тебе. Саблезуб. Че такой ватный? Не можешь добить. Так. И вот здесь вот самое интересное. Рафаэльчики идут. Рафаэль фильм. Да. Классика и так далее. Давай попробуем. Ой-ой-ой. А валунчиком есть по башке? Минус таракашка. Крип. Я не буду, ребята, ставить его в провокацию. Его сразу разберут, поверьте мне. Плевок. Тюнч. Ну и что? Самое интересное начинается, ребят. Рафаэль с контратакой. Но он не контратаковал. Значит, у него не раскачан этот удар. Блин, саблезуб. Сейчас, ребят, может отдупиться. Серьезно, говорю. Так. Вот. Теперь пошла, блин, контратака. Ну и что мне прикажется делать? Да еще и... Ой. Господи. Еще и понизил скорость мне. Ну давай, молоточком. Так. Добиваем. Отлично. По красоте. Крип. Крип, крип, крип. Хорошо, ребят, я вставлю ее в провокацию. Я рискую. Ради саблезуба я его поставил. Поехали. Оп. Ну это разве дамаг? Это шелуха на самом деле. Ой. Ой-ой-ой. Крип. Крип уж как. Эй, массовая атака. Оу. Сейчас попадает у меня. Ой, ребята. Ну что, я не удивляюсь. Я на самом деле не удивляюсь. 35 уровни, как понимаете, отдуплились. Только лишь у меня Паукус и Рокстеди остаются на высоте. Следующую заходку я думаю, что нет смысла даже начинать. Понимаете? Потому что там будут 40 уровни. А у меня 45-го только Рокстеди и 54-го это у меня Паукус. Какой там? Там, ну не вытянут. Но зато я получил Рафаэля из видения. Так. Вот это, конечно, хотелось бы, ребят. Ну-ка, посмотрим просто по 40... Нет, 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 нет. Слэш, железная голова 45-го уровня. Я не справлюсь, ребят. Может быть, потом от нечего делать я, конечно, и попробую. Но в данный момент я могу, знаешь, что пофармить? Вот здесь вот. А стоит ли фармить, ребята? У меня очень мало телепортов. Наверное, не будем. Поддержим, подкупим доллары. Нам откатики нужны. Мы потом с вами их купим. И все будет хорошо. Ну что, дорогие друзья, я с вами буду на этом закругляться. Мне надо будет еще за кадром набить осколочки. Так что увидимся с вами в следующей новой серии. Так что удачки, ребята. И до скорого. Так что удачки, ребята. Продолжение следует...